Чтобы обсудить, уважаемые коллеги, с вами вопрос о том, как реально обстоит вопрос стандартизации исследования у нас в стране, я хотела бы дополнить предыдущего лектора информацию о том, что мы сейчас живем с вами в очень интересное время, когда изменилась собственно классификация опухоли центральной нервной системы. Здесь представлены те нозологи, которые, собственно, встречаются у детей. И возникает вопрос, поскольку у нас молекулярно-генетический анализ, это финальный анализ, который дает возможность поставить диагноз, что делать в этой ситуации бедному рентгенологу? Продолжение следует... Вот это должно быть четко сейчас озвучено нами и принято, видимо, окончательно. Мы не можем с вами пока, но мы, безусловно, к этому придем, с помощью наших данных, дифференцировать молекулярно-генетические типы. Полная линейка нейро-онкологической панели представлена, она доступна в городе Хайдельберг, пожалуйста. Но в условиях, когда мы работаем на своем месте, первое, что должен знать рентгенолог, он должен качественно провести первое первичное исследование головного мозга. И как вы поняли по всем представленным предыдущим данным, результат долгой работы межцентровой, междисциплинарной в том, что это будет представлять из себя исследование ЦНС. То есть, когда вы обследуете ребенка и подозреваете наличие опухоли в головного мозга и даже не обязательно в задней черепной ямке, вы понимаете, что ваше исследование – это исследование ЦНС. Понятно, что часть артефактов мы не можем с вами избежать. Мы можем минимизировать артефакты, допустим, от металла с помощью специальных программ, уходом от градиентного эха. Но мы можем с вами вполне делать качественные исследования без артефактов динамических, четко понимая, какая область исследования сейчас у нас актуальна. И мы исследуем или головной мозг, или спинной мозг. До пяти лет дети исследуются под наркозом. Соответственно, не нужно проявлять свою, скажем, доброту таким образом, что вы хотите сделать. Вы хотите помочь, хотите провести исследование, вы делаете его в присутствии мамы. Но наличие динамических артефактов, которые крайне снижают информативность исследования, это тоже не помощь. Понятно, что желательно это делать на магнитном томографе с хотя бы индукцией от полутора Тесла, соответственно, с наркозом, безусловно, с проведением внутривенного контрастного усиления. Но все же есть особенность в исследовании детей. Как вот говорила уважаемая Моника, понимая, что вы ищете и какая цель вашего исследования, а цель исследовать ценность полностью, исключить наличие метастатического поражения оболочек, вы можете поставить на первое место программу Т1 с контрастированием. И такая же ситуация может быть у вас и при исследовании головного мозга. Есть особенность в том, что при исследовании образования в области пениальной, селярной, вы немножко меняете алгоритм от стандартных аксиальных Т1, Т2 флайер с последующей 3D программами мультипланарными в сторону сагитальных проекций. И вот пример того, как складывается алгоритм и результат исследования при образовании с краниофарингеомы в центре нашем проведенное. Безусловно, мы делаем диффузионно взвешенные изображения, которые прежде всего вам помогут и на этапе установки диагноза, и при динамике заболевания. Вы будете иметь дополнительную информацию в месте проведенной операции о том, каковы характеристики биологических тканей в этой зоне. И я хотела бы представить вам данные статистические исследования тех опухолей, которые встретились в 2016 году в нашем центре. Мы понимаем с вами, что не только эмбриональные опухоли метастазируют по оболочкам, и они не обязательно локализуются у нас в задней черепной ямке. Таким образом, наш опыт работы. Типичная локализация медулобластомы с выполненными диффузионно взвешенными, аксиальными исследованиями, постконтрастным исследованием. И мы с вами видим полное от области крайне вертебрального перехода до копчиковых позвонков исследования спинного мозга. Значит, и сагитальные проекции – это не единственные, которые надо сделать. Соответственно, если исследования проводятся частично или только в зоне интереса, то мы с вами не получаем все равно полной информации. И мы не получаем с вами полной информации, если мы не делаем аксиальных срезов. И как вы понимаете, сейчас аксиальные срезы мы делаем везде. Мы делаем на протяжении всего спинного мозга. Это объем работы, который необходим для того, чтобы ребенок, если он поступит после вашего исследования в центр, где будет оперироваться и лечиться, для референса были бы все полные данные. И вот тогда мы не теряем времени для того, чтобы поставить диагноз и для того, чтобы начать лечение. И вот пример не совсем, допустим, удачный и корректный исследование спинного мозга. С одной стороны, конечно, коллеги старались, делали исследования на достаточно большом протяжении, исследовали по их представлению место наиболее интересное с точки зрения анализа, верифицировали метастатическое поражение. Но для динамики процесса, если мы с вами не обязательно делаем ЦНС целиком, можно сделать ее фрагментами, но полностью. Мы понимаем, что локусов поражения на самом деле, в общем-то, больше. И не все из них просто присутствовали на проведенном предыдущем исследовании. И, пожалуйста, раньше мы, вот с онкологами нашими, представление наше было таково, что если мы находим образование в области задней черепной ямки, мы, безусловно, должны рекомендовать исследование спинного мозга. Но вот уже сейчас, помимо часто или редко встречающихся образований в задней черепной ямке, мы понимаем, что и глиальное образование, и супротентериальные могут метастазировать по оболочкам. И вот сейчас я хочу дать вам возможность насладиться этими картинками еще раз и спросить, уважаемую аудиторию, скажите, а кто вот встречался в своей практике с субдуральным накоплением при исследовании детей? С эффектом субдурального контрастирования. Тогда я с огромным удовольствием сделаю небольшое отступление, расскажу небольшой исторический факт, а вы в это время посмотрите и попробуйте понять для себя, собственно, что рентгенолог видит и что бы это могло быть. На первом году работы нашего центра, это был 2011 год, через примерно около месяца, чуть меньше месяца после проведенного оперативного лечения, онкологи назначают нам динамику исследований, и в нижних отделах поясничных сегментов, в крестце мы видим вот типичное увеличение оболочек с контрастированием массивной такой конгломерат образования. Подходит ко мне Ольга Григорьевна Желудкова и говорит, ну как дела у девочки? Я говорю, вы знаете, не знаю, что подумать, кроме метастазов. Странно говорит мне Ольга Григорьевна, девочка так бойко бегает, так хорошо себя чувствует, нет в ликворе ничего. Видимо, опыт клинициста в этот момент спас ситуацию. Но на самом деле, благодаря Монике, Вармут Мец, мы знаем теперь этот синдром, она объяснила нам его и показала. И все публикации, первые это публикации уважаемой Моники, надо признаться, что мы в центре так и называем этот синдром вашим именем. Теперь, вот, и, собственно, это наше наблюдение, это, собственно, опыт и слезы. Когда столь выраженное субдуральное накопление после операции мешает нам стадировать ребенку, мы не видим, собственно, оболочек как таковых и не можем сказать, есть ли метастатическое поражение этих оболочек или нет. И вот этот ребенок, спустя динамическое наблюдение, через две недели, мы с вами видим метастазы, немногочисленные метастазы по оболочкам спинного мозга. Это радикально меняет стадию и методологию лечения этого ребенка. Возникает этот синдром после операции, может держаться в течение, ну вот, до месяца, хотя в литературе описаны более длительные случаи. Полагаю, что он постепенно уходит, оставляя небольшие единичные локализации, субдуральное накопление, то есть не уходит целиком. Об этом нужно помнить. Поэтому, помимо того, что мы делаем качественно и мы делаем полное исследование CMS, мы еще соблюдаем тайминг проведения этих исследований. И здесь хотелось бы обратить, что вот, что касается послеоперационных изменений, то мы пытаемся уложиться все же в первые сутки. Это требует координации работы и рентгенолога, и нейрохирурга. Ну, в крайнем случае, мы все же стараемся укладываться в первые двое суток послеоперационных. Это активное усилие в условиях нашей работы, но оно необходимо. И тогда у нее возникает вопросов. Вы совершенно четко понимаете, что является остаточной опухолью, что является послеоперационными изменениями. И это проиллюстрировано вот на данном примере. Вы видите, что при исследовании в течение 48 часов от проведенной операции мы с вами видим и нативные остатки крови и объем контрастирования, который присутствует в зоне операции. Через 16 суток после проведенной операции, если врач не знает никакого анамнеза, не обладает входящими данными, формальная картина не мешает ему поставить остаточную опухоль. Ну, я хотела бы представить вам данные тех того алгоритма исследования ЦНС, который принят у нас. И, конечно же, самое главное, то, что это полное обследование спинного мозга, включая сагитальные аксиальные проекции СК, аксиальные проекции после введения контрастного вещества. Конечно, вы будете это делать, исходя из возможностей вашего аппарата, но это надо делать, это надо делать методически, именно в таком ключе, в котором мы с вами обсуждали. И я хочу сказать, что, конечно, результат формирования такого представления о необходимости исследования ЦНС, это все-таки итог мультицентрового взаимодействия между онкологом, между нейроонкологом, между лучевым терапентом, нейрохирургом, между рентгенологом. Такое полное обследование, оно позволит избежать ошибок стадирования, сократить время, которое потребуется для постановки диагноза, и, собственно, начать лечение пациента быстрее. И это будет очень полезно при динамическом наблюдении. Если мы будем соблюдать тайминг исследования после операционного и первичного, то мы сможем избежать ошибок уже чисто рентгенологической трактовки. Спасибо большое. Спасибо, Галина Викторовна. Тут из зала поступают смс-ки, что очень хотят задать один, хотя бы два вопроса. Есть ли такие, кто бы написал, или мы передвинемся к следующему. Спасибо огромное обеим докладчикам за очень интересное сообщение. У меня вопрос и от клинициста, от онколога, потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что у нас нет непосредственного контакта до выполнения исследований, например, с врачом МРД. Такое может быть, что к нам приходит пациент уже с выполненными исследованиями, которые иногда сложно трактовать и нам, и самому специалисту визуализации. В нашей стране, к сожалению, по-разному иногда вводят контраст во время исследования. Скажите, пожалуйста, как это может повлиять на результаты, на трактовку, и что нам надо спросить у специалиста МРТ-диагностики для того, чтобы вот этот момент уточнить, для того, чтобы мы говорили на одном языке? Очень практический вопрос, совершенно неакадемичный. Я все еще ожидаю, и вы спрашиваете меня, какого типа контраста? Я спрашиваю вас о методологии введения, потому что это могло быть, насколько это быстро и долго может быть, насколько это может воздействовать на результаты, конечно, вы должны проводить визуализацию с небольшой задержкой временной до введения. Не вводите во время введения, вы начинаете МРТ с коротким периодом времени, получается. Если, например, вы делаете обычную нормальную to be, МРТ to be, это не FID, а последовательность, которая выстраивается. В конце концов, вам необходимо провести несколько T1 после введения контраста. Если вы сталкиваетесь с проблемой, при раннем сканировании, затем вы видите, в какой-нибудь секунде, скан, и есть проблема, возникает. И, по крайней мере, после медленного введения, вы можете начать, но не очень быстро и не во время введения. Вы не должны начать во время введения. Единственное исключение, когда вы проводите перфузионное МРТ, тогда вы начинаете непосредственно сразу после введения. Спасибо. Я хотела бы сказать, что при стандартном обычном исследовании мы внутривенно вводим контраст в дозировке по инструкции. Но, учитывая длительность исследования, от размеров ребенка, это может зависеть. И есть указания, в том числе со стороны института Бурденко, что и в инструкции к контрастным препаратам, что можно вводить до двойной дозировки, если вы ищете метастазы по оболочкам спинного мозга. И вы можете довести исследование, если вы обследуете ЦНС и понимаете, что по каким-то причинам вы не видите четко того, что хотите видеть. И мы в практике это делаем. Нет достаточно внутривенного введения. Это как раз. Я бы не рекомендовал такую практику, потому что я уже не говорил. Я об этом не говорил, но тем не менее, проблемам, которые с гадолиниумом возникают, и, по крайней мере, у детей, которые получают очень часто гадолиниум. Это неизвестно, какие... Я бы не рекомендовал использовать, увеличивать количество гадолиниума, чтобы не избежать передозировки. И я что-либо. Я говорю. Спасибо.